Всем привет, с вами Павел Косенко. Сегодня мы поговорим о том, что такое истинный пленочный цвет, нужно ли обрабатывать пленочные сканы и если да, то как именно это делать. Полагаю, это видео будет любопытно и полезно не только пленочным, но и цифровым фотографам. Пленочники найдут ответы на вопросы, которыми постоянно задаются, а цифровики смогут познакомиться с аналоговыми принципами обработки фотографий, понимание которых, как правило, позволяет улучшить фотографии цифровые. В качестве эксперимента я решил записать это видео с увеличенным темпом речи. Напишите пожалуйста в комментариях, комфортен ли он вам для восприятия или стоит вернуться к более медленному варианту. Многие начинающие фотографы полагают, что снимая на пленку, они получают после проявки и сканирования тот самый истинный пленочный цвет, ради которого собственно и снимают на пленку. Он может нравиться или не очень, но какой есть, такой и есть. И если его подправить в фотошопе, то якобы магия будет нарушена, зритель обманут и вообще это уже будет не родной цвет пленки, а некая фантазия на заданную тему. На самом деле это не совсем так. Все зависит от того, как именно пленка сканируется, какие коррекции применяются для скана и в какой степени. Поговорим об этом подробнее. Для начала разберемся с тем, какие вообще бывают пленки и что является пленочным изображением в случае полностью аналогового процесса, то есть без использования компьютера. Большинство пленок, которые используются в современной фото, а также киноиндустриях, можно разделить на два основных типа. Первое. Негативные. Они бывают как черно-белыми, так и цветными. Второе. Обращаемые. Тоже бывают черно-белыми и цветными. Негативные пленки предназначены для последующей оптической печати. В случае фотографии это печать на светочувствительную фотобумагу в темной комнате. Конечным результатом съемки на негативную фотопленку является фотографический отпечаток. Изображений вне отпечатка в случае негативной фотопленки не существует, поскольку мы имеем дело с полуфабрикатом, который требует обязательно интерпретации. При этом мы не можем напечатать негативную пленку, не выбрав определенные параметры печати. Если говорить о возможностях современной цветной печати, то как минимум мы можем сделать изображение темнее или светлее, а также более теплым или более холодным. Любой результат, который мы получим на фотобумаге, и будет истинным цветом данной конкретной пленки в сочетании с данной конкретной фотобумагой. При этом не существует некоторого одного единственного правильного варианта. Любой результат печати будет правильным и будет соответствовать цвету данной конкретной пленки. Кроме самой печати, результат также будет зависеть от того, как именно пленка была отснята, например, при каком освещении, использовались ли светофильтры и так далее. А также от того, была ли она недоэкспонирована или переэкспонирована, использовались ли пуш-пул или кросс-процессы при проявке и так далее. Результат съемки на одну и ту же пленку может значительно отличаться у разных фотографов и печатников. И слава богу, ведь в этом и заключается творческая функция. При этом у каждой пленки есть свой собственный характер и свои особенности цветопередачи, которые будут проявляться во всех версиях ее интерпретации. В отличие от негативных, обращаемые пленки не требуют интерпретации, так как сами по себе являются носителем финального изображения. Это, собственно, знакомые многим с детством слайды, которые наши родители, бабушки и дедушки смотрели на проекторе. Вместе с тем, даже при демонстрации таких пленок мы можем влиять на конечную картинку как минимум с помощью яркости и температуры лампы проектора, а также с помощью дополнительных светофильтров, а иногда еще и при помощи контрастности освещения в помещении. Однако это влияние происходит в меньших пределах, чем в процессе интерпретации негативных фотопленок. Тем более слайд мы всегда можем посмотреть на эталонном просмотровом столике с эталонным освещением. Это и будет истинный цвет данной пленки при данных условиях съемки и проявки. В современном мире нельзя упускать из внимания и так называемый гибридный процесс, когда пленки сканируются, а затем обрабатываются в графическом редакторе. Такой подход к обработке фотопленок вполне имеет право на существование. Его финальным результатом является цифровой скан, который можно демонстрировать на проекторе, в мониторе компьютера, в интернете, а также печатать цифровыми и комбинированными способами. Струйная печать, цифровая фотопечать, офсетная печать и так далее. По статистике, в наше время обращаемые пленки составляют не более полутора процентов от всех проявляемых. Остальное это негативные пленки, черно-белые и цветные. Именно о них мы и будем говорить в первую очередь. Итак, мы принесли пленку в лабораторию или проявили ее дома самостоятельно. Обычно дома проявляют черно-белые пленки и очень редко цветные, так как это сложно, трудоемко и нестабильно. Большинство фотографов, включая меня самого, проявляют пленки в лаборатории. Лично я долго искал лабораторию, которая проявляет пленки качественно и быстро. В итоге мне пришлось создать собственную. Она называется среда. Именно ее я и рекомендую для обработки любых видов кино и фотопленок. Ссылку можно найти в описании. После проявки пленку нужно отсканировать. Те, кто делает это самостоятельно, как правильно подкованы в технической части работы с соответствующим оборудованием и программным обеспечением. Остальные могут воспользоваться услугой сканирования в лаборатории. Опять-таки рекомендую среду как самую качественную, быструю и, кстати говоря, самую крупную аналоговую лабораторию на территории бывшего Советского Союза. Например, полный цикл обработки, проявка плюс сканирование для негативной цветной фотопленки здесь занимает не более трех часов. Пленки можно прислать из любой точки мира. Впрочем, вы, конечно, можете воспользоваться и любой другой вашей любимой или близкой по расположению лаборатории. В результате грамотного сканирования мы получаем файл изображения, который можем или использовать сразу, то есть не печатать или опубликовать в интернете, или же особым образом обработать. Нужно ли это делать? Если да, то как и в какой степени вносить коррекции в фотошопе или другом графическом редакторе? В первую очередь необходимо определиться с финальными задачами сканирования. Если предполагается цифровая печать, то вы можете делать с отсканированным пленочным изображением почти все что угодно, вплоть до того, что вы можете изменить его до неузнаваемости или совместить с 3D рендерингом. Но чем дальше вы зайдете в обработки, тем меньше у вас останется шансов суметь повторить тот же результат, если когда-либо вы захотите отпечатать эту фотографию оптическим способом. Если же сканы играют для вас роль превью, а в качестве основного результата вы рассматриваете аналоговый отпечаток, как, например, часто происходит в случае галерейной и музейной печати, то при обработке скана важно ориентироваться на возможность ее повторения потом при печати в темной комнате. То есть на те операции, которые можно сделать при ручной оптической печати. На самом деле, оптическая печать позволяет сделать почти все, что угодно, вплоть до повышения резкости. Более того, все базовые инструменты Adobe Photoshop, включая режимы наложения слоев, перекочевали в него именно из темной комнаты. Но чем сложнее компьютерная обработка вашего скана, тем труднее ее потом повторить на фотоувеличителе. Поэтому при компьютерной обработке я рекомендую придерживаться основных операций в темной комнате. Для черно-белой негативной фотопленки это 1. Выставление черной и белой точек. На бумаге достигается за счет максимальной плотности галогенидов серебра с одной стороны и оптической белизной бумаги с другой. Чисто технически сканы обычно не содержат черную и белую точки, поэтому их вполне можно установить на первом этапе обработки. 2. Настройка экспозиции, то есть плотности. В компьютерной терминологии для этого используется слово яркость. Грубо говоря, мы можем сделать нашу фотографию темнее или светлее. 3. Настройка контраста. При печати в темной комнате выбирается типом бумаги или специальными светофильтрами. Также есть возможность влиять на контраст с помощью предзасветки бумаги, печати на мокром носителе, разнообразных химических растворов, процессов пуш-пул и т.д. 4. Маскирование. В процессе экспонирования мы можем скрыть руками или специальными приспособлениями те или иные области фотографии, если это требуется. 5. Ретушь. В основном имеются в виду царапины, пыль и другие дефекты пленки. В аналоговом процессе делается специальной тушью по готовому отпечатку. Тон подбирается за счет разбавления краски водой. В случае обработки цветной негативной фотопленки основные операции схожи, но несколько отличаются. 1. Выставление черной и белой точек. Это происходит аналогично черно-белому изображению, но во всех трех каналах. Одновременно с этим мы устраняем возможный сторонний оттенок, как правило связанный с тем, что сканер недостаточно точно вычел маску эмульсии. 2. Настройка экспозиции, то есть плотности. Здесь все то же самое, как и в случае черно-белого изображения. 3. Настройка баланса белого. При печати регулируется цветными цветофильтрами. Для этого используются специальные увеличители с цветными головами. 4. Маскирование. Здесь все аналогично черно-белому процессу. 5. Ретушь. Тоже аналогично черно-белому процессу, только здесь используются цветные краски. Обратите внимание, контрастом и насыщенностью при печати на цветной бумаге мы не управляем. Все фотобумаги уже согласованы по контрасту с негативными фотопленками. Мы можем лишь влиять на общую светло-контрастную характеристику с помощью общей экспозиции. Насыщенность также заложена в красителе бумаги и проявляется в разной степени в зависимости от того, какая именно фотопленка используется. Также важно помнить, что при работе с контрастом для черно-белого изображения, например, с помощью кривых Curves, контраст фотографически отличается от контраста цифрового. При повышении контраста в аналоговых процессах тени проваливаются сильнее, чем высветляются цвета. Соответственно, более корректная форма контрастной кривой будет примерно такой, как в варианте справа. Рассмотрим пару наиболее характерных примеров обработки пленочных сканов. Первый пример условно тяжелый случай. Не первой свежести негативная кинопленка, использованная не по назначению. Второй пример условно нормальный случай, когда корректно используется свежая негативная фотопленка. Итак, пример первый. Тяжелый случай. На самом деле случай не такой уж и тяжелый, однако цвета этого скана оставляют желать лучшего. Снимок избыточно холодный, хотя сделан в яркую солнечную погоду. Это связано с тем, что здесь использована кинопленка для павильонного, а не дневного освещения. Эта пленка называется кодек Vision 2 500T. Буква T в конце означает танкстен и предполагает экспонирование при желтом свете порядка 3200 кельвинов, а не 5500 кельвинов, как при дневном солнечном освещении. Соответственно, нужно было или использовать другую пленку с индексом D Daylight или скорректировать баланс белого при печати или сканировании, благо такая возможность у нас есть. Подробнее о балансе белого я рассказываю в другом видео, ссылка в описании. Базовую обработку этого снимка, согласно тем ограничениям, которые мы обсудили, можно сделать буквально за 10 секунд с помощью примерно вот такой кривой. Можем ли мы повторить такую обработку в темной комнате? Да. Можем ли мы получить бумажный отпечаток с близким цветоконтрастным решением? Да. Истинные ли пленочные цвета мы получили? Да. Могли ли они быть какими-то другими? Да. Виден ли здесь характер пленки? И снова да. Но еще лучше мы бы увидели характер этой конкретной пленки, если бы снимали ее в соответствующих условиях, для которых она предназначена. Тогда бы и обработки потребовалось значительно меньше. Как, например, в следующем примере. Это условно нормальный случай, когда использовалась свежая пленка и использовалась по назначению. Этот снимок сделан на пленку кодек Портера 400, которая была грамотно экспонирована, проявлена и отсканирована стандартно в фотолаборатории среда. В принципе, ничего делать больше не требуется. Но если очень хочется, можно аккуратно выставить черную точку с помощью вот такой кривой. Вот что в итоге мы получим. На этом сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и, конечно, покупайте и сканируйте пленки в фотолаборатории среда. Также напишите в комментариях, какие вам еще интересны темы про пленку. И я постараюсь раскрыть их в следующих видео. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова